Летний макияж это особый жанр мейкап направления. Долгое время летом на отдыхе вообще считалось неуместным пользоваться косметикой. В наши дни выглядеть хорошо важно всегда. Главное не забывать при этом о необходимости соответствовать ситуации. Об особенностях летнего макияжа рассказывает визажист Регина Юланова. Я буду использовать светоотражающую базу для того, чтобы не перегрузить кожу тональными средствами. В дальнейшем буду использовать консилер. Это более плотное тональное средство, которое обладает более увлажняющими свойствами, чем, например, корректор. И он используется в зону под глаза. Вообще на уроках макияжа для себя часто разбираем косметички. И очень много девушек имеют в своих косметичках такие продукты, которые, так скажем, не являются базовыми. Это так же, как в гардеробе, когда у девушки имеется несколько вечерних платьев, но нет каких-то базовых вариантов. Под вечерними платьями я имею в виду какие-то варианты с вечерних таких оттенков тени. Нет, допустим, элементарных средств для бровей или для контурирования лица, которые просто необходимы. В летнем варианте для бровей я бы использовала либо прозрачный гель, либо немножко с тонирующим эффектом, но не слишком плотной текстуры. Сначала я с помощью щеточки приподниму такими. Очень важно соблюдать такое правило движения кисти для того, чтобы приподнять волоски и добавить бровям столь желанный объем. Буду использовать такое очень интересное средство, это жидкие румяна, и их еще можно использовать как блеск для губ. Нанести и очень-очень-очень быстро сразу это растушевать. Так как эти текстуры очень быстро впитываются в кожу, можно создать некрасивые пятна. Можно растушевать прям пальцем, нам не нужны четкие границы, это создаст впечатление объема. Также эти румяна можно нанести и на веки, прям на серединку. Это добавит свежести нашему макияжу. Далее мне понадобится сухой бронзер и пушистая кисть. Бронзер это такое средство, придающее лицу эффект загара. Очень важно нанести его равномерно и не наполосить. Я вбиваю продукт в кисть и немножко стряхиваю, для того, чтобы слетели крупные частицы. И нам удалось нанести бронзер очень мягко. Я наношу на зону скул. Очень легко, это не контурирующее средство. Бронзер нужен для того, чтобы придать лицу легкий оттенок загара и освежить. Современный макияж не обходится без такого средства, как хайлайтер. Это пудра с ярко выраженными светоотражающими свойствами. Я наношу хайлайтер на зону над скулами, на зону под бровь. Очень важно не на всю зону под бровь, а только под косточку. В этой части, где бровь спускается. На внутренний уголок глаза. Также можно поставить блик на верхнем веке, прям над зрачком. Также галочка над губой. И еще мне нравится легкий блик в середину подбородка. Сейчас на полках современных косметических супермаркетов нередко можно встретить такое средство, как фиксатор макияжа. Его можно использовать в конце макияжа и также можно использовать даже как базу. Итак, наш летний макияж готов. У нас сияющая кожа, красивые объемные пушистые брови, легкий румянец, нежный оттенок загара и чувственные губы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова